Сегодня глубокой ночью в Екатеринбурге снова резко обострилась борьба с курением, причем конкретно с его одной разновидностью, начинающейся со слога «кал». Почему снова? Потому что практически ровно месяц назад одна хукарня уже была в ночи вскрыта и выпотрошена. Нынешнее вскрытие показало себя в 2.37 по местному сонному времени, когда подавляющее число потенциальных свидетелей находилось в заслуженном анабиозе. Только камеры рассказали потом, как дело было. Сначала где? На Сурикова, 39, в одном квартале от городского управления МВД, располагается один из восьми филиалов сети магазинов с ковбойской шляпой, у которых дело табак, и на нужды потребителей он работает аж до полуночи. Вор пришел через два с половиной часа после закрытия и открыл его весьма элегантно, едва заметным движением короткой фомки. Но это был еще тамбур, а вот обратный отсчет времени начался лишь после того, как тот справился с внутренней дверью. Только тогда включилась сигнализация. Более чем уверенно взломщик подошел к кассе, распахнувшейся с подозрительным рвением, и выгреб оттуда 10 тысяч рублей наличными, видимо, мелкими купюрами. Ничего более, ни понюшки табака, ни одного чилима, не взяв, проигнорировав также лежавшие у кассы телефон и ноутбук, вор издевательски вальяжно с объекта удалился через неполные две минуты. Группа реагирования от ЧОПа примчалась спустя неполные пять минут. Понятно, что никто ее не встречал. Оставалось лишь попатрулировать окрестности, обращая особое внимание на граждан с особой приметой, с медицинской маской на лице. Для этой вредно привычной лавки, открывшейся в разгар ковидных закрытий магазинов, это было первое ограбление. Ну а предыдущий подъем другого, но тоже с кальянным словом «хука» в названии, случился, как мы уже говорили, ровно за месяц до того на самолетной. Так вот там борцы с курением изъяли из оборота аж пять кальянов, очень много упаковок с табаком, усугубив это ноутбуком, и хозяин тогда ущерб оценил в пять раз больше, чем сумма, которой овладел сегодняшний ночной вор. Заявление в полицию поступило, соответствующая работа по нему ведется.